Слева готова, справа готова. Бой! Убрать главу, причем легально, и не один раз. Такая возможность появилась у сборной журналистов, которая сыграла против команды администрации Сургутского района в Лазертак в рамках турнира по киберспорту «Триатлон Бест оф Трейгеймс». Суть боя заключается в том, чтобы как можно больше раз поразить соперника из безопасного бластера автомата. Также необходимо попытаться уничтожить базу противника. Победила, конечно, дружба. Однако, по информации инсайдеров, команда СМИ все же была быстрее, сильнее и более меткой. Спрос рождает предложение. Федерацию киберспорта Сургутского района неоднократно обращались с тем, что компьютерные игры — это, может, и интересно, и популярно, но активности в них достаточно мало. Организаторы откликнулись, причем вышли на уровень первопроходцев. Не в районе, не в округе, а вообще. В принципе, таких «Триатлонов» еще не проводилось нигде. Были какие-то двойные соревнования, классический, неклассический вид спорта. Но чтобы соединялось в себе компьютерный спорт, физическая активность и интеллектуальная активность, такого еще не было. Шесть команд по пять человек в каждой. Участникам «Триатлона» предстояло попробовать себя в викторине «Квиз», вопросов которой были отнюдь не из легких, «Глазертаки» и «Дота-2». Возраст бойцов от 14 до 30. У каждой команды своя сильная сторона. В «Тим Импосибл», например, ребята сделали ставку именно на интеллектуальный турнир. Впрочем, приз, как рассказали участники, для них не главное. Они пришли сюда, чтобы интересно провести время. Решили попробовать себя, свои силы, посмотреть на других. Интересный формат, поэтому решили сыграть именно вот на этом турнире. Впрочем, приз все же оказался довольно заманчивым. Общий наградной фонд первого «Триатлона» составил 50 тысяч рублей. Окончательные результаты турнира пока неизвестны. «Вест оф Рейгеймс» прошел в спорткомплексе «Атлант» поселка Солнечного. А в будущем году, вероятно, для подобных соревнований в Сургутском районе появится специализированная кибер-арена. Мы запланировали и однозначно в следующем году реализуем специализированную кибер-арену в Сургутском районе. Уже место, земля выделена. И, может быть, если получится, в Сентябрьскую думу заложим финансовые ресурсы для начала строительства. Возведут кибер-арену в поселке Барсово. Еще в четырех поселениях Сургутского района появятся полностью оборудованные кибер-классы для занятий спортом 21 века. Дарья Давыдова, Сергей Коликов. Сургут. Интерновости. Дарья Давыдова, Сергей Коликов.